всем доброго времени суток уважаемые подписчики моего канала сегодня в своем видео я поговорю о том как правильно формировать еще раз петунию то есть чтобы кустик у нас был вот такой вот кудрявый как вот здесь например то есть у нас петуния на данном этапе сформирована правильно то есть много головая она и цвести будет каждая голова в дальнейшем можно обрезать и тем самым дальше формировать но о чем хочу поговорить в своем видео петунию можно формировать на любой стадии развития цветка то есть обрезка для петуни прищипка это как бальзам на душу вот но желательно все-таки формировать ее в раннем возрасте то есть когда она только-только начала обрезать тут все у нас вот так сказать как вот здесь вот например выдающиеся ветки то есть взять просто ножницы и расчеренковать ее то есть вот эти веточки они у нас даже пойдут на череночки вот два-три междоузлия петуния будет укоренена вот эту ну и кустик уже приобретает видите более аккуратный вид внешний то есть когда формируем самое главное формировки это создать одинаковую верхушку то есть чтобы срезать все воде на одинаковом уровне вот так вот из пазу каждого у нас пойдет еще по одной веточке которая будет приросту которая будет иметь каждый из них цветочек вот так должно быть на начальном уровне выглядеть петуния обрезанная которая уже дает тут у нас придатки боковые но если вы например вот у меня бывает такая ситуация что я забуду как сорт называется то есть или что у меня тут вообще растет из петуния я делаю следующее я обрезаю всю петунию вот как здесь вот она обрезана видите то есть много много голов других но оставляю одну ветку для того чтобы понять какой сорт у меня вот например здесь огромные цветы паладин фиолетовая но она будет тем самым вот если эта ветка дать ей свести все остальные в ущерб другим то есть они притормозят в росте что мы сейчас делаем мы берем всю эту красоту вот эту мы срезаем на уровне 10 других и вот у нас великолепный круглый кустик получается я знаю какой это у меня сорт уже будет то есть что передо мной какой сорт петунии также я поступлю с другими вот а это тут можно цветки отрезать и также все расчеренковать то есть поставить на укоренение то есть цветы цветоносы убираются огромные цветочки прям с ладошку сорт такой прикольный синий ярко-синий он реально синий фиолетовый посмотрите какой красивый но красоту эту мы убираем и расчеренковываем на черенки по три междоузлия вот это нашу много будет три черенка будет ну и также обстоят дела вот с алладином у меня вот у меня алладин также я забыла что за сорт я его обрезала все остались вот эти приросты и одну ветку вот эту оставила которую формировала уже выше видите но это неправильно не это в ущерб вот этому вот низовому приросту соответственно что мы делаем мы всю эту красоту которая вот у нас выше мы ее убираем она не нужна прям вот мы теперь знаем какой это сорт вот срезали его также уберем цветоносы красивые все вообще и расчеренкуем на посадочку тоже вот сериал один красивые какие огромные цветы да посмотрите вот так вот у нас осталось здесь значит вот такой вот будет у нас хороводик круглый который у нас даст дальнейший рост быстрый и туне вообще быстро отрастает если не давать вот вырастать отдельному побегу большому и цвести давать потому что вот эти ущерб будет вот росту нижних всех пока растение не отцветет низ будет плохо наращивать габитусу массу вегетативную поэтому лучше убираем все это вот так вот должна выглядеть на начальной стадии сформированная петуния вот так вторая стадия уже когда она более раскудряивается вот правильно сформированная вот здесь тоже удалили убрали лишнее ну вот здесь у меня тоже она пересажена в больший горшок была с мелкого видите тоже более кудрявая она ну и вот так вот вот здесь ну вот это вариант уже правильно сформированной петунии то есть в кашпо уже она пойдет при пересадке она богатая уже вот так вот делается у нас просто очень расчеренковываются вот эти кустики все и вот так вот у нас обрезается формируется петуния на ранних стадиях то есть должно много прироста быть снизу все что выше мы убираем вот так вот она выглядит в итоге у нас уже красивым сформированным еще раз говорю кустиком который пойдет в кашпо в дальнейшем и будет украшать все лето и также все лето мы будем в дальнейшем формировать все равно нашу петунию потому что без формировки невозможно создать красивый габитус шаровидный то есть много цветущий а не отдельную палку которую я вам вот сейчас демонстрировала чуть раньше всем спасибо за просмотр надеюсь для кого-то моя информация была полезна в данном случае в тюрьме в тюрьме в тюрьме в тюрьме Продолжение следует...